Книга «Открытым оком», 11 том, тема «Святая Библия», вопрос 2409. «О чем говорится и какой главный смысл в гневном послании апостола Иуды?» Отвечает Игнатий Тихноч Раллапкин. О лжехристианах его речь, и он нашел исключительно точные эпитеты этим наглецам, выдающим себя за своих, ведущих себя в церкви дерзко и вызывающе разращенно. Послание Иуды 1, 1 глава, 3 по 4 стих. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. К слову сказать, о таких укпорных мы плачем уже сегодня, ибо они у нас вообще не завелись от безделия своего и от высокоумия, объявили своего епископа ни с того ни с сего еретиком и вообще ведут себя как взбесившиеся. Стали утверждать, что Библии и каноны церковные равны, и кто-то бы, знающий Писание, их сбил с пути. А то просто на работе встретили старобрядца, и он обозвал их еретиками-никаньянами, и они пожелали снять себе это клеймо, данное им мертвым раскольникам, быть может. Иуда 10-й, 11-й стих. Сие злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расслевают себя. Горе им, потому что идут путем Кайновым. Предаются обольщению мзды, как Ваал, Валаам, и упорство погибает, как Корей в упорстве. Мгновенно рухнули их дома, без перегодных моментов скатились в болото, с такой твердой скалы. Катеньша же, прелюдия уже к этому была. Да, одному из них я писал несколько лет назад характеристику по его просьбе. Смотрите открытым оком, том 2, страница 286. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Стихотворение Идейный цербер бредит прошлым нюхом, как лавил на меня, кусал, на храм мочился. В тысячелетие новом мне врезало плеуху, что не сошлись в его игре шестые числа. Кровь утираю кровяным платком, от прошлых бурых пятен заржавевшим. Их идеолог КПСС портком своих собак решил на меня навешать. К судье мирскому вышли на рубеж. Нет бруствера, за что бы мог укрыться. Осколок подлой партии и смерж. Крадется в мой уют райкома крыса. Пистыший расстрелял в меня обойму. Все мимо, суматошно завержал. Теперь уж мой черед устроить бойню. Из ножен выхватить евангельский кинжал. Что ж ты дрожишь обритым подбородком? Зря озираешься на помощь от комбанды. В гулаге выжил я в укор твоим уродом. Идеи ваши здесь и закопаем. Вы тешились над нашими родными. Влезали в наше теплое белье. Крик раскулаченных, как всплох, из нарыма. Выпили кровь страдающих в захлеб. Ощерился яйцеголовой пастью. Идея идиотский лысый вождь. Бог допустил от сатанинской власти. Семидесятилетие опиграфом. Убийство ложь. При пенсиях, в постели и в тепле. Рохт лиходеев дотлевает врухлить. При орденах и в галстуке петле. Пока гену с их вождем не рухнет. Но небулатный меч из ножен достаю. Святую Библию во имя Иеговы. Разбойник вздрогнул, думал, что каюк. Прозрел бы и увидел, что он слеп и голый. 2004 год. Игнатий Тихоныч Лапкин.